Молитвенные стражи Сынок, впереди у тебя еще так много всего предстоит. Но не воспринимай свою жизнь как экзамен, которому нужно всегда готовиться. Просто живи, и пусть каждый новый навык приносит тебе радость. Каждое новое умение обогащает тебя и тех, кто тебя окружает. Я люблю учить, когда ты любишь учиться. Спасибо тебе за старания, которые ты к этому прилагаешь, за любовь и усилия, за душу и сердце, которым пропитаны все твои работы. Ты можешь далеко пойти в каждой сфере, в которую погружаешься с головой, но не забывая при этом о тех, кого я доверил тебе. Ты прекрасен во всем, что делаешь, и пусть сомнения, сожаления и перфекционизм не воруют той радости, которая приходит в твое сердце с небес. От моего престола, из моего сердца, от моего довольства тобой. Люблю тебя, сынок, очень сильно и восхищаюсь тобой. Предлагаем вашему вниманию молитву совместно с пастором Ольгой Голиковой. Брагоценный Господь, мы верим, что там, где ты, там небеса. И поэтому мы можем утверждать это еще и еще в этих словах песни. Здесь небеса. Здесь небеса, Отец. И я благодарю тебя, где открыт портал, там небеса работают. Там небеса опускаются и работают сердцами. Там небеса приходят во власти и в могуществе. И я благодарю тебя, что мы можем это утверждать прямо сейчас. Здесь небеса. Давайте продолжим это петь. Здесь небеса. Здесь Божье присутствие. Что мы произносим, то приходит. Что мы ожидаем, то приходит. Спасибо тебе, родной, что здесь небеса. Майсури Армира Вердас. Открывай свое сердце, чтобы принять небеса. Открывай свой дух, чтобы туда приходило больше и больше неба. Приходило больше Божьего Царства, которое есть праведность, мир и радость. Слава тебе, родной, слава тебе вечной, слава животворящей. Отец, пропитай нас небом. Пропитай собой. Пропитай любовью. Пропитай твоим миром. Праведность твоя, да будет одеждой нашей. И слава твоя, да явится в радости. В радости, Отец. О, лавара туда в сетлай. Чтобы печаль удалилась, а радость воцарилась. Чтобы боль ушла, а пришла целостность и здравие. Ушла всякая болезнь. А пришла целостность и гармония. Слава тебе, здесь твое царство, и здесь твоя сила. Применяй эту силу прямо сейчас. На все обстоятельства твоей жизни распространяй, Божье царство. Отец, спасибо тебе, что ты всемогущий. Здесь твое царство, и здесь твоя сила. Здесь твоя слава во веки, аминь. Здесь твое царство, и здесь твоя сила. Здесь твое сила, и здесь твоя слава во веки, аминь. Здесь твое царство, и здесь твоя сила, и здесь твоя слава во веки, аминь. Он провозглашает царство Божье в Санкт-Петербурге. Провозглашаем его на земле нашей. Потому что Божье царство приблизилось в одни Иисуса. А сегодня оно действует. Сегодня ему надо быть проявлено. Сегодня горит дома Господнего. Надо подняться и стать во главе гор. Это управление. Это власть. Это позиция. Гора. Это то место, где Господь правит. И Он предлагает нам взять управление вместе с Ним и сесть на престоле. О, святый Господи, и святы дела Твои. И Твои намерения никто не остановил и не остановит. Могущество Твоей славы через нас течет по этой земле, как река. Река жизни. Река света. Река любви. Река верности Твоей. О, my blessed days. Здесь, 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 Господь, где мы находимся. Там живешь Твой Дух внутри нас. И Ты сказал, место, куда ступят стопы ног Ваших, да будет свято. Да будет освящено. И я Вам даю. Даю эти места, где уходите. И мы принимаем. Мы принимаем землю, по которой ступают наши ноги. И посвящаем ее Тебе. Посвящаем Тебе единому, премудрому, вечному, животворящему Богу. Слава Тебе, что Ты меняешь мышление, преображаешь сердца, освобождаешь людей от груза. Потому что, если Царство Твое пришло, то оно всем обладает. Царство Божье всем обладает. И то, чего нам не хватает, мы пришли, чтобы взять в Твоем Царстве. И мы пришли в дом Отца. Мы пришли к своему наследству. И у нас есть доступ. У нас есть право. У нас есть возможность. И все, что дает нам Господь, оно не пройдет мимо. Как сказал Иисус когда-то, все, что дал мне Отец, ко мне придет. И мы принимаем все, что дал нам Отец. Оно к нам поторапливается. Оно к нам приходит могущественным образом. Господь, я благодарю Тебя, что нет такой силы во Вселенной, которая могла бы остановить, посланная Тобой. Потому что то, что даешь Ты, это как река, она течет. Она течет. И на этой земле нам нужен только Ты уже. Если есть Ты, то все остальное прикладывается. Потому что Ты сказал, ищите прежде всего Царство. Царство, Царство Божьего. И все, и правда Его, и все остальное приложится. И поэтому сегодня так много лжи на этой земле, в этом мире. Но Ты сказал искать Твои правды. Потому что она не будет просто так лежать на поверхности. Ее надо искать. И сегодня Твою правду надо добывать. Чтобы нам не оказываться заложниками ситуаций, заложниками обстоятельств, заложниками чьих-то мнений и манипуляций. Поэтому, Господь, избавляй нас от этой лжи и вводи нас туда, где есть полнота Твоей истины. Иисус сказал, Я есть истина. А мы одеты в Тебя, Господь. Мы одеты в Твою истину так, чтобы она могла нас пропитать. Так, чтобы она через нас могла струиться дальше на эту землю. Поэтому истина Божья во Христе Иисусе, открытая народу, живущему на земле. Пусть она станет доступна тем, которые сегодня правят народами. Которые видят себя в позиции управителей. Но я благодарю Тебя, Господи, что над всеми царями есть царь. Над всеми судьями есть судья. Над всеми господами есть Господь. Над всеми князьями есть князь. Потому что над высоким есть высший, а над высшим еще высший. И мы благодарим Тебя, Господь, что с Вышним у нас завет. И мы посажены с Тобой на небесах, чтобы нам оттуда править, оттуда действовать уже сейчас. Повелевая бурю умолкнуть, ветру перестать, войне остановиться и норме жизни возвратиться в сердца ищущие Бога. Господь, ради чего все это получилось сейчас? Пусть цель будет достигнута. Пусть результаты придут, Господь, Твои в сердца людей. Потому что Ты работаешь сейчас не с территориями, а с сердцами. Ты работаешь сейчас не с политиками, а с судьбами народов. И я благодарю Тебя, что Ты управляешь этими судьбами. И Ты предупредил через пророка Исаию, что и тмин выколачивают. Что есть еще какие-то у Тебя особые орудия для поля, для пшеницы, для полбы. У Тебя все это приготовлено, потому что Ты творишь судьбы. И Ты сказал, вот этот Бог творит судьбы, у Которого все инструменты под рукой. Поэтому что Ты сейчас сделаешь, Господи? Ну сотвори народы, ищущие лица Твоего. Сотвори все обстоятельства для того, чтобы покорились в вере народа. Для того, чтобы предстали пред Тобой цари. Не тогда, когда уже суд будет Белого престола, а когда сейчас еще есть возможность поклониться и сказать, Господь, прости. Прости за все, что было сделано или сказано в гордости, в надмении, в тщеславии, в уничтожении. О, Боже, мы просим Тебя о царях и правителях. Мы просим Тебя о царях и правителях, потому что Ты дал нам это повеление молиться о всех человеках, но также о начальствующих, о властях, о царях. И мы сейчас говорим, Господи, зайди в эти кабинеты, зайди в их спальни, когда они спят, зайди в те дела, которыми они занимаются, встреться там с ними. Выйди навстречу. Иисус, Ты как-то вышел навстречу одной женщине, самарянке. И вся Самария изменилась. Поэтому приди навстречу царям. И страны поменяются. Изменится не только политика, изменится все в этих странах, где произойдет встреча с Иисусом у правителей. Поэтому, Боже, мы молимся сейчас во имя Иисуса Христа. Мы знаем, что Ты намерение имеешь во благо о нашей земле. Поэтому мы благословляем удивительным энкаунтером этой встречи. Встречи президента с Иисусом. О, Господь, дай нам как церкви Твоей, как столб утверждения истины, провозгласить это в народы. Провозгласить, чтобы каждая страна своего президента приводила в присутствие Иисуса. И чтобы происходили перемены не человеческого уровня, а божественной власти. Божественной возможности, как это было с Закхеем. Закхей только посмотрел на тебя. Посмотрел с дерева. Но тогда, когда Ты сказал Закхеем, не надо бы на быть у Тебя в доме. Скажи сегодня правителям. Скажи сегодня президенту и России, мне надо бы на быть у Тебя в доме. Не просто в кабинете власти у Тебя в доме. Отец, мы сейчас просим Тебя, чтобы Ты как с Закхеем встретился с президентом России. Чтобы как с Закхеем Ты встретился с президентами других стран. Потому что тогда сказал Закхей удивительные слова. Кого обидел, воздам четверо. О, Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас приглашаем такое прозрение. Мы приглашаем такую возможность. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, что у Церкви есть такая привилегия. Когда мы правим с небес, когда мы слышим Твой голос там на небесах и транслируем его на земле, то земля преображается. Земля не может остаться прежней. Потому что Господь царствует. Потому что Господь царствует. Друзья, Господь царствует. Господь, Ты царствуешь. Ты дал нам знать об этом. И Царство Твое, которое всем обладает, имеет пути, имеет ключи от всякой двери. Имеет возможность войти на каждую территорию и сказать мир вам. Сегодня так мир нуждается в божественном мире. Не в человеческих каких-то зыбких болотах, но в мире божественном, устроенном на скале. На твердом основании Твоего Святого Духа и Твоего Святого Имени. На слове Твоем стоящего мира Божьего. Я благодарю Тебя, Господь, что мы сегодня благословляем эту землю миром. Мы благословляем и север, и юг, и запад, и восток. И говорим, север отдай. Юг не удерживай. И ты, запад и восток, отдай сыновей и дочерей Твоих. Вы не будете блуждать там, где нет путей. Потому что Господь восстанавливает позицию Учителя. Когда Учителя будут говорить, вот путь, идите по Нему. Вот путь, идите по Нему. И пусть каждый учитель станет в свою позицию. Пусть Господь займет каждое это пятигранное служение Твое в Церкви. Я благословляю выйти апостолом Твоим в новом масштабе. И я благодарю Тебя, что время апостолов, оно пришло. Время распространения Твоего Царства наступило. И потому, апостолы, поднимайтесь. Поднимайтесь, поднимайтесь в Божьей власти. Поднимайтесь в Божьей мантии. Чтобы все предыдущие поколения, которые носили мантии, как Илья, как Елисей, который получил эту мантию в двойном помазании. Как те, которые был Даниил и его друзья. Во имя Иисуса Христа Иосиф и все представители, которые были при фараоне. Во имя Иисуса мы принимаем эти полномочия сегодня. Мы принимаем и говорим, апостолы, поднимайтесь во всех сферах жизни. Потому что сегодня нужны апостолы в экономике. Сегодня нужны апостолы в политике. Сегодня нужны апостолы в христианском мире. Особенно во имя Иисуса Христа. И мы говорим, поднимайтесь, Божьи апостолы. Господь, я благодарю Тебя, что мы вызываем Твоих пророков. Царских пророков. Нужны те пророки, которые влияют на нации. Не просто пророки, которые локально говорят отдельно взятому человеку. Нужны пророки, которые влияют на нации. На нации меняют мышление народа. Во имя Иисуса Христа я вызываю сейчас такую силу помазания на пророчество. Пророки, поднимайтесь. Пророки 21 века. Пророки Царства Божьего, поднимайтесь повсеместно. Повсеместно. Будем мы вас знать или нет, но Бог вас знает. Бог вас знает. И мы благословляем вас подняться. Подняться могущественным образом. Подняться этому великану. Подняться божественной власти. Через то, что пророчество дается Богом и изрекается святыми, божними людьми. Дабы народы менялись. Дабы Царства преображались. Я благодарю Тебя, Господь, что мы высвобождаем силу евангелизма. Чтобы помазание оно работало на исцеление. Мышление и сердец. И решение, которое надо принимать людям. Чтобы Слово Твое звучало во власть. Чтобы люди, которые идут к Тебе, А не знали, к какому Богу они идут. Чтобы не было искаженного образа Твоего в сознаниях людей. Поэтому прошу Тебя, Иисус. Войди на территорию таких судеб. Евангелизм наподнимется в народах. Евангелисты, поднимайтесь. Поднимайтесь те, у кого горит Божье Слово внутри, Чтобы не молчали, а говорили на всяком месте, Куда Бог посылает. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что для евангелизма открывается дверь, А пророчество дает направление, апостольство насаждает церкви. Я благодарю Тебя, что для всех пришедших в Царство Твое, Есть огромная необходимость, чтобы были пасторы, Которые заботятся о людях. Заботятся о людях. Поэтому во имя Иисуса Христа, Мы говорим, пасторство поднимается. В лице лидеров домашних групп, В лице направления всякого служения, Поднимается пасторство в насажденных церквях. Поднимается пасторство по всему лесу земли. Во имя Иисуса Христа пасторство по сердцу Господа. Пасторство по сердцу Господа. Иисус, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты когда-то сказал Петру, Любишь ли Ты меня больше, нежели они. И пусть такая любовь поселится в сердца пасторские, Чтобы забота о людях, она была колоссальной. Забота о людях, она была сильной и мощной. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, Отец, мой гад Алавата Плэжесом. И на этом уровне поднимаются и учителя Твои. Я благодарю Тебя, Господи, что слово взвешенное, слово своевременное, слово точное и образ жизни да будет в учителях Твоих представлен и словом, и делом. Я благодарю Тебя, что все это мы сейчас принимаем из руки Твоей. Мы приглашаем Тебя, Небесный Отец. Мы приглашаем Твое сотрудничество. В это время говорим, нам нужен только Ты. Нам нужен Ты, Отец. Нам нужна Твоя власть. Нам нужно Твое могущество. И поэтому всякий страх перед призванием, убирайся с дороги. Всякий страх, ограничивающий человека, уходи с дороги. Потому что время Богу действовать наступило. Время Богу действовать наступило. И никто не может остановить Его. Никто не может остановить Божье намерение. Слава Тебе, Отец. И мы можем радоваться и смеяться в лицо врагу. Потому что страх убегает, а мир Твой наполняет наши сердца. Благоволение Твое, оно просто прорывается вулканом. Вулканом. И просто сегодня вулканы взрываются в разных странах. Мы говорим, это недра. Недра народа Божьего пробуждаются. Пробуждаются вулканом. И выходят на эту землю. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Отец. За все Твои пути. За все Твои возможности. Которые мы имеем в Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Всегда страх из жизни ушел. Ты позвал, и я пошел. Господь, каждое свое призвание идет. Не просто идем по жизни, а идем призванные. И есть все причины, чтобы здесь стоять. Любовь Отца влечет в меня. Мои глаза так хотят видеть лишь Тебя. Открывай глаза народа Твоего, Господи. Спасибо тебе, родной. Нужен мне лишь Тебя, Бог. Спасибо, любитель. Нужен мне лишь Тебя, Бог. Свят Ты, Господи. Нужен мне лишь Тебя, Бог. И дела Твои святые. И намерения Твои не могут быть остановлены. Нужен мне лишь Тебя, Бог. Ты нужен нам каждый день. Ты нужен нам призвание. Ты нужен нам плодоносности. Новый день, он опять другой. Песню дам не дух святой. Вновь голос Той направляет каждый шаг. Где бы могла быть моя душа, Если бы Сын весь мир не спас. Знаю, теперь я всегда в Твоих руках. Нужен мне лишь Тебя, Бог. Лишь Тебя, Бог. Нужен мне лишь Тебя, Бог. Нужна твердость Т Твоя и решительность Твоя. Нужен мне лишь Тебя, Бог. Слава Тебя, Бог. Лишь Тебя, Бог. Нужен мне лишь Тебя, Бог. Нужен мне лишь Тебя, Нужен мне лишь Тебя, Бог. Нужен мне лишь Тебя, Бог. В судьбах людей, как Божьи фонсаны и гейзеры. Ты нужен нам, Отец, больше, чем вчера. Ты нужен нам, больше, чем дыхание. Потому что дыхание в Тебе сокрыто. Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, родной. В Твоем присутствии горы тают. Колмы начинают рукоплескать. Неровные пути выпрямляются. И то, что было кривым, становится прямым. А долины наполняются ведением. И при этом движение. Всякая плоть начинает видеть спасение Твое. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, что всякая плоть Начинает зреть Твое спасение И выходить из плена. Святая, Господи. Вселенная, Вселенная. Слава Тебе. Твоя Вселенная, все мироздания Во Вселенной, на земле. Все Тебе принадлежит. Вселенная, Обна Слава. А тем более, наша судьба. Когда мы отдали Тебе На земле Твоем. Направляй, как потоки вода. Направляй нас к призванию каждого. Мы доверяем Тебе, Нашу судьбу, больше и больше. На земле Твоем. Твоя, 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 Вся Вселенная, Отец. Вселенная, Отец. И все. Супрета, Падавар, Дорофила, Край. Возлюбленный, мы Твои. Вселенная, Отец. И все, что в нас Твое. И все. Все, что Тебя поручил Твое, Господи. На земле Твое. И мы обновляем эти заветные отношения с Тобой. Супрета, Падавар, Дорофила, Край. Супрета, Падавар, Дорофила, Край. И все, что Тебя поручил Твою. И все, что Тебя поручил Твою. Господь, я благодарю Тебя, что волны эфира наполняются сейчас жизнью. Потому что мы поднимаем свои руки к небесам. Потому что мы говорим, что мы стоим Пред твоим лицом, и наши руки это антенны И они опускают на землю То, что есть у тебя там На небесах, мы говорим, волны эфира Наполняйтесь исцеляющей силой Опухоли засыхайте Опухоль вам надо засохнуть Прямо сейчас, во имя Иисуса И всякую подпитку Мы отделяем мячом Божьего Слова Спасибо тебе, Отец, что мы поднимаем Свои руки, свое сердце, свой взгляд И говорим, Боже, все, что дал нам Отец К нам приходит Оно к нам приходит Слава тебе Мир вам, живущие В разных странах и городах Божий мир посылаем С места поклонения С места служения Спасибо тебе, Отец И мы поднимаем Свои руки, свое сердце Кто один, одна Отец, что ты отдал мне все Союз И мы поднимаем К тебе, Бог, склоняюсь Сердце, все во мне твое Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И поэтому благословляю людей, познавая Тебя и Твою волю, приходя служать Тебе, Господь, от всего сердца поклоняясь. Не остаться в позиции бесплодной смоковницы, но принять тот сок от корня, принять жизнь от солнца, принять атмосферу неба в каждый листочек. Господь, мы в Твоем саду, мы насаждение Твое. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, что Ты входишь в свой сад, чтобы вкушать ароматы. Ты входишь в свой сад, чтобы нас окучивать, убирать сухие ветви. И все, что мешает нам приносить много плода, Ты приходишь и убираешь. Слава Тебе за это. Слава Тебе, что все, что мы имеем, оно Твое. И мы приняли от Тебя приглашение и пошли за Тобой. Мы теперь приняли жребий с освященными. И потому приступаем с дерзновением к престолу благодати, к церкви первенцев, к торжествующему собору. И говорим, что мы одно с теми, которые достигли совершенства в Тебе. Мы одно с теми, которые познали Тебя, как своего личного и спасителя, и друга, и наставника, и утешителя. Слава Тебе, Ратвое. Слава Тебе. Мы Тебе поклоняемся. Мы Тебя любим, мы Тебя ценим. Мы ожидаем Твоего прихода на эту землю, Господь. Осмотри Свою церковь, как Своё тело, как Свою невесту. Осмотри, возлюбленный. Над чем Ты сегодня трудишься? Дай нам это увидеть. Что Ты расширяешь в нас, в наших сердцах? Какие перемены производит Твоя рука? В наших душах какая исцеляющая благодать Твоя? Какой нектар приходит и исцеляет все трещины? Приводя в целостность и в гармонию нашу душу, наш дух и наше тело. Я благодарю Тебя, что мы уповаем на всемогущего Бога. А Ты сказал, уповающий на Тебя и надеющийся на Господа, не постыдится. Но как гора Сион не подвигнется. Не подвигнется. Господь, я благодарю Тебя, что мы с Тобой покоряем вершины. Потому что Ты ноги делаешь наши, как олени. И на высоты наши Ты нас поставляешь. И все вершины, которые нам надо взять, мы их покорим с Тобой. И Дух Святой ведет нас туда, где нам нужно оказаться. Я благодарю Тебя за водительство Святого Духа, который Ты послал много лет назад на эту землю. И мы просим Тебя, Господь, о всех процессах, которые нам сегодня неведомы, но известны Тебе. И если есть тайна беззакония в действии, то есть тайны, которые Ты открываешь своим ученикам, чтобы остановить тайну беззакония. И мы сегодня, это Церковь и народ Твой, которые принимаем от Тебя полномочия, чтобы действовать, чтобы творить, чтобы остановить любое зло на планете Земля. Мы не просим только о своей судьбе. А мы говорим так много людей, которые еще не могут отличить право от лево в духовном мире. Которые не знают духовных законов и не знают, что происходит. На планете Земля все то, что сначала происходит в духовных сферах, а потом проявляется. И поэтому благослови нас там решать вопрос. Подниматься на те высоты, где решаются эти вопросы. Где есть битва и где есть победа, предназначенная для нас. И поэтому, Боже, мы сейчас поднимаемся на эти высоты и творим с ангелами Твоими Твою победу, Твои результаты. Я благодарю Тебя, что Ты дал ангелам Свои повеления о нас охранять на всех путях. Но нам важно быть сегодня заработниками Твоими и глашатаями Твоей истины. Чтобы никто не малодушевствовал и не говорил подобно Гедеону, ведь я самый младший в Своем роду и колено наше самое младшее. Да, Господь, мы последние живые жители на этой земле в том варианте, как она была. Поэтому мы можем себя ощущать младшими. Но Ты определил взять слабое и дать пятикратную долю Вениамину. Отец, и мы принимаем эту долю на наши дни и на наше время. Чтобы останавливать любое зло, останавливать любые натиски врага. Потому что Господь предназначил нам силу. Я благодарю Тебя. То, что Ты предназначил, мы приняли. Мы приняли не для того, чтобы знать, что она у нас есть, а чтобы действовать в соответствии с этой силой и с властью Твоей. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благословляю Твой народ расширенным сердцем, освященным разумом, готовой доброй почвой для принятия семени. Я благословляю Твое наследие увидеть Тебя творящим, что Ты нас берешь за руку. Господь, если Ты взял за руку, то мы все пройдем. И мы все сделаем, что Ты нам поручаешь. Потому что вместо двух рук у нас появляется Твоя рука. Я благодарю Тебя за это, Господи, что с Твоей рукой, мощной, властной, всеобъемлющей, мы можем жить и под покровом, и можем жить, творя Твою волю без ограничения. Я благодарю Тебя, что мы можем это делать сегодня. Мы можем это делать завтра. Мы можем это делать в каждом дне нашей жизни. Тогда, когда Господь с нами. И тех, которые оказались в потаенных местах, как Слово Твое говорит, все они связаны, находятся в подземелье, и никто не говорит, отдай назад. А мы сейчас говорим людям, попавшим в тюрьму страха, выходите. Люди, попавшие в тюрьму колдовства, выходите. Люди, попавшие в тюрьму лжи врага, выходите. Потому что мы говорим, отдай назад враг все души, которые ты поглотил. Отдай назад судьбы людей. Отдай назад дары и таланты. Отдай назад служителей Божьих. Отдай назад. Давайте все скажем вместе. Отдай назад. Еще раз. Отдай назад. Еще раз. Отдай назад. И еще раз. Отдай назад. И мы послали во все стороны света это слово. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. И сейчас идут ангелы Твои и разрубают цепи. Освобождают от кандалов. Распахивают тюрьмы. Выпускают на свободу тех, которые оказались в заточении. Разными путями. По разным причинам. А мы говорим, все связанные. Вы получаете свободу. Прежде всего, ваш разум освобождается. Сердце расширяется. А потом и руки и ноги получают освобождение. Спасибо Тебе, возлюбленный. Что мы говорим свободу. Свобода тем, которых хотели уловить. Свобода тем, которых уловили. А мы говорим свободу вам. Свобода вам. Свобода вам. О, Иисус, я благодарю Тебя. Что не так, как этот мир Ты даешь свободу. Ты даешь свободу прежде всего в сердце. Чтобы потом этот мир не имел людей. Поэтому во имя Иисуса Христа все замыслы врага не могут приблизиться к свободному Божьему народу, который поднимается выше, выше и выше. Туда, куда змеи не заползают. Туда, где дьявол уже не имеет доступа. А мы туда идем, и мы туда поднимаемся. И я благодарю Тебя за это, Господь. Что Ты дал своей невесте, своей церкви, крылья. Крылья дал. И мы поднимаемся на высоты Твои. Боже, мы принимаем крылья орла. Мы принимаем пророческие дары, которые нас возвышают и поднимают на Твои высоты. Спасибо Тебе, возлюбленный. Слава Тебе, животворящий и вечный. Слава Тебе за все, что Ты начал и завершишь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, в Твоих руках служение дальше. В Твоих руках наши сердца. В Твоих руках наши судьбы. В Твоих руках... Предлагаем музыкальную пропитку. Позвольте Вашему Духу наполниться Божьим шалом. Позвольте Вашему Духу наполниться Божьим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok